сегодня на библейском портале экзегет мы отвечаем на вопросы насколько можно прислушиваться к монашеским трудам о семейной жизни но есть разные монашеские труды семейной жизни есть великие святые которые как например метрофан воронежский жил долго и семейной жизнью поэтому все зависит от автора и конечно если это святой человек если он даже пребывал и в монашеском подвиге бог может послать через него очень мудрое и серьезное наставление для семейной жизни вот равно как и через так сказать человека прожившего в браке господь может тоже дать истину которая пригодится и монашествующему то что бог один для всех будем помнить о том что брак это таинство церкви и именно про брак говорится у апостола иоанна евангевиста иоанна богослова возлюбленного ученика христова говорит о браке как а вообще символе отношений бога и человек поэтому не стоит принижать таинство брака и не стоит его сравнивать с монашество потому что монашество это ангельский путь здесь на земле и доступны избранным людям доброе супружество и верное супружество украшены своими добродетелями своей красотой и как можно одну звезду сравнивать другой у каждой своя слава вот и наверное только богу ведомо тайна и одного образа жизни другого образа жизни и необходимость для того или иного человека поэтому не стоит хулить брак также как не стоит хулить и монашество вот и ни в коем случае нельзя это делать а наоборот надо в том и в другом пути видеть вот тот промысел божий который какой-то души человеческой поэтому как правило я вижу вот в трудах наших святых отцов как раз очень такое трепетное отношение вот и к браку и безбрачном состоянии если она посвящена богу конечно же и апостол павел поэтому очень об этом говорит прикровенно вот не совершая какой-то насилие над свободной волей человека как кого лучше знает только господь бог внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео